Дизель Шоу Раз в год Дизель Шоу Дизель Шоу Дизель Шоу Дизель Шоу Домой не придет Раз в год Вика выпьет совсем не компот Раз в год Мы именинники Торт в холодильнике И вискарь давно нас ждет Класс! Все готово Давно к именинам Ждут Евгений И Марина Люди Рассажены Костюмы Наглажены Так скорей вперед Именины Именины Дизель Шоу Наш большой концерт Приготовлен он для вас Большой душою Мест свободных нет Дизель Шоу Готовы смешить вас сто лет Дизель Шоу Сюда не достанешь билет Дизель Шоу Отмечаю Ровно третий год Дизель Шоу От авторов наших Привет! Дизель Шоу Здесь может шутить и балет Всех нас с днем рождения! Дизель Шоу Один мужик взял с собой на маевку 5 килограмм свинины И 60 килограмм курицы Курица съела всю свинину И начала ныть Зай, я хочу домой Но сейчас подробнее о майских праздниках Вам расскажут Егор Крутоголов и Александр Бережок Под ваши бурные аплодисменты Хорошо По походному мы такие По майски В Украине В этом году Из всех майских Официально выходным Сделали только 1 мая Теперь в этот день Одни пытаются отгулять За один день Как за неделю Ну а другие за один день Попытаются успеть Посадить 2 гектара картошки Сейчас мы расскажем Как проводит день человек Который отправился 1 мая На шашлыки И день человека Который в этот выходной Поехал сажать картошку Опять копать Проснулся Утро решил начать с пивка Потому что вечер вчера закончил Ууууууууууууууууууу До чем я его только не заканчивал Проснулся Сделал сытный завтрак Чтоб были силы для огорода Почистил картошку Получил по голове Оказывается она была На посадку 10 литров пива И два ведра шашлыка И это на четверых Чувствую Сегодня будет Классическая вечеринка День солидарности Мяса и алкоголя 20 соток огорода, 20 ведер картошки и всего одна лопата на троих. У тестя почки, у тёщи радикулит, так что лопата по-любому моя. Добрались. Сразу выпили по первой за приезд, вторую за встречу, третью за женщин стоя. Свежий воздух. Эх, супер, давай ещё по одной. Приехали. Тёща забыла самогон. Сказала случайно. Замахнулся лопатой. Клянётся, что случайно. Кесть её проклял. Снова выглянуло солнышко. Девчонки сняли одежду и остались только в купальниках. Глаза радуются. Тёще стало жарко. Разделась. Блин, так тяжело копать с закрытыми глазами. Ммм, жизнь удалась. Кайф. Первый кусочек шашлыка. Кайф. Тёщу укусил клещ. Попросила его снять. Попробовал сбить лопатой. Получилось не очень, но тесть аплодировал стоя. На природе, я понял, бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит костёр, как наливается пиво и как жарится шашлык. Господи, хоть бы этот день не заканчивался. Смотреть на то, как тёщу скрючила от радикулита, можно вечно. Но надо копать. День закончился отлично. Разбились по парам и разошлись по лесу. Куму не повезло. Легли в крапиву. Обожгли спину и всё, что ниже спины. После 20 соток спину прихватило и у меня, и у тестя. Считаю, акцию по посадке картошки надо приравнять к экстремистской деятельности, направленной против населения. Еле дошли домой. Кума даже несли. Давно так не гуляли. Из лифта выползали на карачках. Давно так не уставали. Отлично провели время на природе. Майские мои любимые праздники. Я пообещал тёще, что на её могилке обязательно посажу картошку. Редиску и болгарский перец. Хороших вам праздников, друзья! У каждой девушки есть специальный спортивный костюм, для прогулок, специальный костюм для бега и особый спортивный костюм для прогулок на природу. И только у мужика единственный спортивный костюм, который вообще был куплен в больницу. И так, дорогие друзья, представьте себе знакомая и всеми любимая пара Саша и Яна собирается 1 мая на природу. Янчик, я машину со стоянки пригнал, всё, можем ехать в лес на майские. Сашенька, я сейчас докрашусь и приеду. Янчик, да комарам пофиг, накрашенная ты или нет. Слышь, Яна, а чё у нас столько сумок? Мы что, переезжаем? Да. Та-да! Ты вот так собралась ехать на майские? Переодевайся. Саша, вообще-то женщина должна выглядеть всегда хорошо. Яна, в этом-то и прикол майских, что все должны выглядеть плохо, а на утро ещё хуже. Сашенька, ну я вот это всё взяла не просто так, это всё едет с нами в лес, это всё мне надо. Яночка, послушай меня, на майские надо мясо, водка и вот плавку, всё. Хорошо, смотри, значит, этот купальник у меня для сгорания, этот для купания, а вот это для селфи. Янчик, ты реально хочешь комарам праздник устроить? Я бы даже сказал банкет. Саша, ты не дослушал, а вот этот купальник на случай, если вдруг будут комары. Что значит вдруг? Они нас там неделю уже дожидаются. Хорошо, я всё предусмотрела. Значит так, вот спрей от комаров, вот крем от комаров, вот спрей от малярийных комаров, вот крем от малярийных комаров. Яночка, 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 есть у тебя что-нибудь от тараканов в голове? милок. Это костюмчик для нашей собачки. Он будет в спортивном костюмчике. Но ты же сам говорил, что все на природе должны быть в спортивных костюмах. А ты что, не в спортивном костюме? Саша, ты же сам мне всегда говорил, что я не такая, как все. Я особенная. Да, Яночка, ты у меня реально особенная. Это что такое? Ху! Наполнитель для собачьего туалета. Зачем? Саша, ну а где еще Тосик будет ходить в лесу в туалет? Яно, мы едем в лес. Лес и есть один большой наполнитель для туалета. И не только для Тосика. Блин, я же пылесос забрела. Тихо, тихо, какой пылесос? Ты с ума сошла, что ли? Сашенька, ну ты же сам всегда говорил, что за собой на природе нужно убирать. Все, 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 успокойся. Там есть муравьи, санитары леса. Они все уберут, все нормально, не переживай. Хорошо. Я сейчас немножко даже в шоке. Зачем нам там фен? Чтобы сушить волосы. Яночка, а куда ты собираешься его воткнуть? Я что, по-твоему, полная дура? Саша, не молчи. Саша, я надеюсь, ты уснул. Хорошо, перефразируем. Во что ты вот этот штепсель собирайся воткнуть? Сашенька, я взяла удлинитель. Яночка, я тебя удивлю, но мы едем минимум на два километра от города, поэтому тебе надо примерно две тысячи удлинителей. Ну, ничего страшного, будем ехать, зайдем в магазин, купим еще 1999 удлинителей. Стоп. Так, стоп. Что? Никуда мы заезжать не будем. Давай договоримся так. Я беру три вещи, и ты берешь три вещи. Хорошо, тогда я беру красное, синее и черное. Купальник? Чемоданы. Хотя, чему я удивляюсь? Ты же у меня особенная. Да. Все нормальные люди пришли на Пасху корзинки светить. Мы как два идиота с двумя тележками супермаркета. Блин, у батюшки святая вода закончилась. Ты же все подряд светила. И пиццу, и суши, и туфли свои новые. Да? Они, кстати, мне перестали натирать. Слушай, я бы на твоем месте их поменял и одел что-нибудь удобное. Саша, ничего страшного, я взяла с собой запасную обувь. Ты что, еще не одну пару обувь берешь? Конечно, Саша, я взяла пять пар платьев. Под каждое платье туфли и сумочки. Бассейн? Яна, мы едем на реку. Зачем нам бассейн? Ну, Саша, в реке грязная вода. Хорошо. Откуда ты возьмешь воду, чтобы набрать этот бассейн? Из реки. Но там же вода грязная. Ладно, без бассейна. Отлично. Хорошо. Тогда освободилось место для освежителя воздуха и салфеток. Стоп, 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 подожди. Мы едем в лес, и ты берешь освежитель воздуха с запахом леса? Ну, есть еще морской бриз и лимончик. А вот еще салфеточки влажные, салфеточки сухие, салфеточки для лица, интимные, с ароматом алоэ. Стоп. Вот. Интимные, сухие, влажные, с ароматом картона. Хорошо. Тогда я посмотрю, что же ты взял с собой. Что это? Топор? А зачем ты взял топор? Мы что, будем там играть в индейцев? Что это? Саша, зачем нам столько угля? Это же как надо отравиться. Это же достаточно просто одной пластиночки. Так, что у нас тут? Ах, спички, да? Саша, ты же не куришь. Зачем нам спички? Зачем тебе плейбой? Да что ж ты там собираешься на природе делать? Йон, это чего? Это для розжига. А то, если я тебя не разжигаю. Ещё как разжигаешь? Ещё как ты меня разжигаешь? Ничего себе! Я не понял, зачем мы в лес берём шубу? Саша, мы едем в майские праздники в лес. А вдруг снег? Саша, я никуда без этого всего не поеду. Хорошо. Янчик, а ты купила спальный мешок? Значит, послушай меня сюда. Не просто спальный мешок, а VIP Luxury Elite Edition. со стразиками цвета увядающего лосося после нереста. А ты его померила? Вдруг он тебя полнит? Над тобой же вся природа смеяться будет. Муравьи-таки. Блин, нет, конечно. Спасибо, что ты сказал. Конечно, сейчас померю. Так. Давай, давай. Значит. Ага. Угу. Давай, Сашенька, я готова. Так. Ну что, как, я похожа на подешифер? Отлично, вообще, такая стройная, супер, молодец. Саня, ё-моё, ну сколько можно тебя ждать? Уже час тебя жду под подъездом. Петрович, извини, Янка сильно долго собирается. Саня, с ними надо вообще совсем по-другому. Смотри, вот так вот подошёл, вот так вот взял и пошёл, 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 Петрушки, Саша! Подожди, мясо возьму, Петрович! Сашка, а давай сделаем селфи. Ян, я не люблю селфи. Саша, но ты же любишь арахис с сыром? Значит, должен любить и селфи. Так, мне сейчас интересно твоя логика, продолжай. Сейчас объясню, смотри. Арахис с сыром, сыр это чиз, чиз это улыбка, улыбка это селфи. Янчик, хорошо, давай, сделаем селфи. Нет, подожди, я ещё не закончила. Значит, чиз это улыбка, улыбка это селфи, селфи это айфон, айфон это новый айфон. Саша, купи мне, пожалуйста, новый айфон. Так, Яночка, давай ограничимся просто арахисом. Пойдём пачечку ещё одну возьмём. Давай, класс! В другую сторону, там магазин. В жизни любого украинского чиновника есть три романтических момента. Рассвет, закат и откат. В начале этого года английская королева арендовала землю в центре Киева. И это не шутка. Об этой новости писали средства массовой информации. Но арендовать землю в центре Киева и её оформить это две большие разницы. Итак, представители королевы добрались до нашего украинского БТИ. Я вам сказала, у меня убит. Поймите, у вас сегодня единственный приёмный день. И обид у меня тоже единственный с дванадцятої до четырнадцятої тридцяти восьми. Но после обида вы меня примите. После обида у меня уже неприёмный день. Слушайте, ну я уже месяц пытаюсь к вам попасть. Месяц? До меня людина пять роков ходила и ничего так и не добилась. Так что вам практически по-срочному робимо. Идите, приходьте наступного тижня. До свидания. До свидания. Excuse me, may I come in? Иностранец? Ну что ж, валюту я можу приймать и в обеденный перерыв. Come in. Я ждать с пять утра. Что это за очередь? Европа выделяет деньги на реформы. Где талончики? Где электронный регистрейтор? Ммм, вообще не с того начав. Очередь? Це Ukrainian tradition. Understand? Бачив там венок в коридоре лежить. Знаешь, яка поважна людина там померла в очереди? И что, зараз поставить электронный регистратор и признать, что его смерть была напрасна? I'm so sorry. Да ничего, это уже было давно, того тижня. Мне нужно оформить участок. А я это чую по сорок на день. Звідки ты? Від кого пришел? Я подданный Великобритании. Ой, у нас кожный третий депутат подданный Великобритании. И шо? Я рыцарь ордена подвязки, обладатель ордена Британской империи, а так же ордена Святого Георгия. Герцик Эдинбургский, сэр Уильям Бриджтон Третий. Ну, с такими документами ты уже не третий, а пятый. Так шо не надо тут трусить своими подвязками. Я действую, по поручению моей королевы. Ой, знаешь, для яких королев тут наши чиновники оформляют землю и будинки? Твоей навіть не надо братися. Возможно, вы меня не так поняли. Возможно, трудности перевода. Do you speak English? Nein. Chilatiki Deutsch. Oh, в колледже? Исключительно по видеокассетах. Ладно, шо там за участок? 16 соток на улице Костелной. О, це участок практически в самой эрогенней зоне Киева. Исколько? 16 соток. Це я чула. Сколько соток ты принес, шоб оформить все 16 соток? Нисколько? Тоді до побачення. У мене сьогодні неприемний день. Приходьте завтра. Ну, завтра у вас вихідной. Ну, тоді після завтра. А послезавтра у вас начинається отпуск. Ось, бачиш, як тобі не фартить. А щось би приніс в конвертику, вже б щось оформлюю. Вы що, намекаєте на взятку? Це ж корупція. Вы знаєте, що з вами буде, якщо я доложу, куди следують? Я знаю, що за мною буде, якщо я не доложу, скільки треба, тому, кому ти собираєшся жаловатся. Я буду жаловатся в НАБУ. Ой, тільки не треба пугать мене НАБУ. Я сама, кого хочеш, НАБУ. Почому ви просто не можете оформити участок? Потому що у тебе не просто участок, а участок в самому центре Києва. Ось у вас в Лондоні, що можна так просто прийти і взяти в аренду свободний участок? ГЕС. НЕУДАЧНЫЙ ПРИКЛАД. КОРОЧЕ, у нас в Україні так не можна. У нас вся земля уже чиясь, навіть якщо вона нічья. НЕУДАЧНЫЙ ПРИКЛАД. ДЕЮЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ. А, то ви на будучий год интересуетесь. Этот участок Ее Величество арендує для государственних нужд. Нужд? А, ви решили платний сортир поставити в центре Києва. Це хороша тема. Деньги ж не пахнуть, да? На арендованій нами земле находится посолство. То, то, ви вже щось построили, ти прийшов узаканювати? О, так це інша процедура, це вже дорожче. А шо ви там построили? Маф чи шаурмячну? Нічого ми узаканювати не собираємся. Це, звісно, твоє діло. Ну, просто ти потім туди ні електрику, ні воду, ні газ не проведеш. Ось ти був вже в Горводоканалі? Нєт. Сходи. Дуже рекомендую. А в посольстві диявола вже був? Где? Це ми Київгаз так називаємо. Ось туди сходи, спробуй без грошей договоритися. У нас там уже все построено і підключено. Построено і підключено то не значить, що узаконено. Да що узаконювати, там вже стоїть посольство Канаді. А, Канаді? Ну-ка, стопе. Посольство Канаді, а королева Великобританії? Це шо, ви там субаренду будете мутити? Це вже зовсім місцеві гроші. Формально, королева Великобританії також є королевой Австралії і Канаді. Формально, я принцеса оболонії Троєщини. Але довідки в мене такої нема. А нас потрібна довідка. Ми вже здали на костюльній квартиру одному. СБУ потім його з криші не могла снять. Іменем королеви я требую, щоб ви оформили договор аренды і видали його мені по закону. Ти хочеш по закону? Єс. Ну ладно, давай по закону. Представте, будь ласка, гражданський паспорт, ідентифікаційний код, технічну документацію, кадастровий план, згоду сусідніх землевласників, завірено на то, це раз. Ну, разве всього цього нєт у вас в комп'ютері? А разве ти тут десь бачиш комп'ютер? Тєтрадка. Арендатор повинен присутствувати лічно. І що, хочете, щоб сама королева приїхала сюди, в вашу контору? Це не я хочу, це закон хоче. І щоб вона була тут не піздіше 17.00. Бо в 17.01 я отсюда с його з Йоркширським тер'єром іду гулять. Люблю гулять з Йоркширським тер'єром. Йоркширським тер'єром. Йоркширський тер'єром Я дуже прощаюсь. Ви правили. Пожалуйста, прийти? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой. Господи, знов цитрубачі. Що, опять президентська проверка? Ее величество Елизавета II. Божьей милостью глава Соединенного королевства Великобритании Северной Ирландии а также елик царств и государств. Королева глава Содружества защитниця Йери. Господи! Боже ж ти мій, у мене ж тут холодець стоїть. Що ж я, дуреха, його не поставила в холодильник. Ох, живи, живи. Так. Алла Верди. Надежда Петрівна, милістью свого кума Андрия, глава двух точек на Троєщинському ринку, та владеліця ларька на вулиці Барбюса. Приємно познаємитись, колега. Ви должны обращаться к королеві, ваше величество. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, так я обращаюсь тільки до свого непосредственного начальства. Встаньте і покліньтесь, це її величество, королева Великобританії. Значить, по-перше, ми це після регіоналів відмінили. По-друге, звідки я знаю, що це королева? Я що, тримала її паспорт, перекладаний українською, та завіренний на ту реальну? Ну, королеві немає паспорта. Все паспорта віддаються від її імени. Ну, це вона, конечно, майже така ж крута, як наш міністр МВД, ну, ІНН жи ж у мене і повинен буть. У королеві немає ІНН? Чого? По релігіозним причинам? Ой, ладно, то немає діло. У мене одне питання. Як така старушенція нашкребла грошей на 16 соток в центрі Києва? Ви що не знаєте, королевська сем'я та самая багатая що такае по-баткові? Батька як звуть? О, принц Альберт, герцек-йоргський, король Георг. Опять не поняла. Так, Альберт і Георг. Шо, два батька? У нас в Україні однополі браки і ваще заборонені. Ладно, давайте так, запишемо Лиза Альбертовна. Якщо хочеш це подліннеє, доплатить за лишні клеточки. І це буде кеш. До яких проблем? Є, Єврі, Майчесті. Ще вонс мані. Хо мач? Королева інтересується... Це я розумію. Фіфти таузен доларс. Нау. Ми не согласны. Ми будем действовать по закону. І ця не з того начала. Ладно, давайте по закону. Будь ласка, справочку із Жека предоставте. Із какого Жека? Із вашого, Букингемського. Чи у вас ОСББ? Пане, мені все одно. Мені головне, щоб це була справка номер три, що така-то-така-то Лиза Альбертовна проживає по такому-такому-то адресу Букингемська штраса чи як там у вас. І боргів за комуналкою немає. Ну, у нас тільки грамота монарха на царствуванні є. Так, це таке я можу зробити і в фотошопі сама. Це документ 53-го року з печатами династиї. Так. Це шо? Сургуч? В якому столітті ви живете? У нас печатки Сургуча відмінили ще того року. Стоп, 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 стоп. Букингемський дворец це шо ваш? І Виндзорський замок теж ваш? Поздравляю, гражданочка, на субсидію можете не розсчитывать. Ти не зможеш об'яснить. Украйніан глобал махінійшн. Я извиняюся! Здрасте! Я льготник, мне можно без очереди. Дядь, ну что, ты не бачишь, что тут уже есть одна льготница? Я тебе сказал, что на дверях написано, что не больше одного льготника в день, потому что вы меня дратуете. Иди, извините, потому что ты у меня эту землю на могилку будешь еще пять лет клянчить. Вот знал бы, что так будет, не бежал бы с румынского плена. Ты, ты, ты. А ты не чоток. Иди, ты, ты, ты. Вы еще тут? Yes, королева не понимает. Мы столько денег выделяем на реформе вам, а вы до сих пор требуете справку из какого-то ЖЭКа. У вас в стране три раза уже власть менялся, а здесь все на том же месте. Все там наверху власть менялась, а у нас тут, как в королевстве британскому, все стабильно. Ой, ладно, ладно. И с уважением к вашему сыпучей песочному возрасту, прийму вас о 12-й године, сразу после майских. А когда у вас заканчиваются майские? Кто же его знает? Как пойдет? Ну, когда же они закончатся? И вот, как закончится, сразу приходите о 12-й. И не забудьте фотки три на четыре. И без ваших вот этих корон и канди-боберев. Хорошо? Спасибо. 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 Спасибо, на бред не намажешь и в покет не положишь. Goodbye. В фирме не отморозилась. Ну ничего, ничего. Ты до меня еще походишь. Киеврада переименовала Костюльну на Кирилівську. Так что прийдет еще коза до возу. Дизель шоу Недавно Верховной Раде установили при входе рентген и теперь проверяют все карманы и сумки народных депутатов. Реформа-то хорошая, но правильнее было бы проверять карманы нардепов не тогда, когда они идут на работу, а когда они с нее уходят. Наши чиновники так дореформировались, что с начала 2018 года в Польшу на заработки выехало 240 тысяч трудоспособного населения. И, к сожалению, это тоже не шутка. Украинские компании начали испытывать серьезные проблемы с персоналом. Даже такие уникальные компании, как сексуальные услуги по телефону. Итак, представьте, не совсем обычный колл-центр. Я прошу прощения, я, к сожалению, не могу поиграть со своей киской. У меня просто аллергия на кошек. До свидания. Что? В чем я одета? В домашнем? Что у меня с голосом? А ты сначала скажи, что у тебя слабота и плопиской. Нет, я говорю плопиской. Я не плописка, а плопописку. Глухой, что ли? До свидания. Нет, сверху я не могу 100%. Даже из соображений техники безопасности. Вот сколько ты весишь? А давай лучше ты. Да ладно. Отбой, я перезвоню, шеф идет. Так, барышни, я вас всех уволю. За что? Что мы такого сделали? Я вообще не понимаю, как мы вас шепелявую на работу взяли. А вы что не помните? Я засла к вам в кабинет. Присемила палец дверью. Заорала. А-а-а-а. Даже представиться не успела. Вы сказали принято. Все равно я не понимаю, как мы вас наняли. Послушайте, мы единственные, кто согласился работать за эти ваши копейки. И тем более работа, простите, связанная с риском. С каким риском? Заболевания по телефону не передаются. Черт, я что, зря каждую неделю на бак посев сдаю? Давайте о главном. За прошлую неделю мы заработали всего 100 долларов. И то только потому, что я наш номер в доставке пиццы указал. А? Так это были вы? А я думаю, шо за чудак звонит? А охотничьи колбаски это обыкновенные охотничьи колбаски? А я думаю, шо за тройная колбаска? Я вас всех уволю к чертовой матери. Да что не так? Да все не так. Что вы должны делать? Ублажать клиента. Так. А когда он дойдет до пика, слегка постановать. Правильно. Тогда почему вы этой ночью орали в трубку, как недорезанная? А, это мой косяк. Я случайно на нее села. А в наушниках ни черта не слышно, понимаешь? А вы знаете, а я так просто зачиталась на боковой. В общем, я прослушал все разговоры за прошлую неделю. Как же вам не стыдно, молодой человек? Стыдно? Стыдно в рабочее время обсуждать патиссоны на даче. Послушайте, это мой постоянный клиент, да. Его не так интересует секс, как пассивной календарь. Что, мы не можем поговорить на личные темы? Деньги все равно капают. Вы говорили по личному телефону. Деньги капают водофену. Фу, водофен тоже занимается такими послыми вестями. Узас. А я еще хотела пойти к ним работать. Так, давайте конкретно по вам. Как проходит ваш рабочий день? О заботе звонят нам на телефон. Мы их доводим до кульминации. Они платят за это деньги. Ну, за что конкретно платит клиент? Ну, за сомнительное, но какое-никакое удовольствие. Клиент платит за время, которое он висит на телефоне? Ну, предположим, и сто. Тогда зачем вы клиенту перезванивали? Потому что он получил удовольствие и бросил трубочку. А я удовольствия не получила, но уже завелась. Поэтому рисыла его пиенобладь. И она так его перенаблала, что даже я удовольствие получила. Молодец. Мы с этого ничего не заработали. Почему у вас средняя продолжительность разговора всего 30 секунд? Из-за моей дикции. Все хотят, чтобы я сразу переходила к а-а-а. Подождите, вы что, не раздеваетесь для клиента? Конечно, нет. Я сразу голая. Ну, вы хотя бы здороваетесь? Вы что, если я начну здороваться, то среднее время все уменьшится. Так, а как вы здороваетесь? Алло, это телефонная салава Клава. Что? Вот они вот так спрашивают. Сууу. Ну, так нельзя здороваться. Хорошо, я буду говорить. Алло, телефонная салава Света. Господи, ладно, сразу станите. А, а, об чем я сразу и сказала. Давайте по вам. Да, да. У вас среднее время разговора вообще 10 секунд. Где вы работали? Учительница языка и литературы. А, теперь понятно, откуда этот разговор. Эй, красотка, я хочу, чтобы ты была сверху. А вы на каком этаже живете? А, на третьем. Тогда я на четвертом. Я сверху. До свидания. Я прошу прощения, а что не так? А вы не понимаете. Давайте послушаем еще один. Привет, малыш. А что на тебе сейчас? На мне пиджак, брюки и блуза. А я хочу, чтобы ты была в чулках и кружевном халате. Тогда перезвоните через час. Я съезжу домой переодеться. Вот такое впечатление, что вы не хотите работать с клиентом. Вы что? Как вы можете такое говорить? Хочу, конечно же. Ну, просто они просят такое им рассказать. Слушайте, вы работаете в сфере интимных услуг. Что они должны вас спрашивать? Образ Печорина? А? Или Дубровского? А что же вы? Боже мой. Если мы бы обсуждали с ними образ Печорина, этого высокого брюнета, соющимися волосами, соющимися волосами на груди, соющимися волосами... Да все, 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 не заводись. За это не доплативают. Да она молодая, неопытная. А вы у нас опытная. Прикинь. Хорошо. Тогда скажите, как нужно здороваться с клиентом? Сейчас покажу. Привет, малыш. Тебе одиноко. Правильно. Вот так. А как вы объясните вот это? Алле! Христос воскресе! Вот вы сами попросили выйти поработать в такой праздник. Вот и вырвалось. Вырвалось? Да. Вы одному клиенту предложили яйцами стукнуться! Кстати, он так заорался, даже я через наузники услышала. А вот это вы как объясните? Мне надо, чтобы ты меня завела. Диктуй адрес и еду. Добрый вечер, я сегодня один дома. Мужик, диктуй адрес, выезжаю. А ты брюнетка или блондинка? Диктуй адрес, сейчас увидишь. Что это? Да, что-то в тот день гормональный фон скаканул. И знаешь, вот так прям захотелось реального, а не телефона. Марина Францевна, мы не оказываем прямых интимных услуг. А я вам изначально говорила, что я женщина временно одинокая и буду брать часть работы на дом. Вы неисправимы. Да. Давайте по вам. Вот у вас все, как бы получается, у вас приятный голос. Но только не нужно стесняться, вас никто не видит. Работайте, работайте. Алло? Говорите, говорите. Привет, как тебя зовут? Наталья. Николавна Хрущ. Малышка, ты сейчас где? Я сейчас на работе, и вокруг меня очень много людей. Нет, 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 ты в душе мойся, голая. Я в душе. Я в душе. Ты голая? Боже, упаси, я в стильном купальнике. Я хочу, чтобы ты была одетая. Какой-то из врасенец. Я одетая. Раздевайся. Придурок, она только особо была голая. Говорите, что вы с себя снимаете. Говорите. Я с себя снимаю пуховый платок, поясы собачьей шерсти, шерстяные колготки, шерстяные носочки, термобелье, терморедузы, термоносочки. Вы издеваетесь? Ну что, я же не знаю, что вы такие сквозняки. Работайте. Что-то сорвалось. И в чем ты сейчас? Ты в белых труселях с Микки Маусом. Говорите. Я в нижнем белье. Хорошо, хорошо. Я хочу подробностей. Давай подробности, подробности давай. Сто процентный хлопок. Производство Беларусь. Бабрика Комсомолочка. Господи, ну откуда вы все взялись на мою голову? А я же в школе работаю по совместительству. А я вам все уборщицы пришла устраиваться, но вы же помните дверь, палец. А я с тобой работаю с тех пор, когда мы еще секондом торговали. Что не так, Олег? Ну, как вы не можете понять? Для нас важен каждый клиент, каждый. И если клиент хочет стюардессу, то не надо говорить, что в наличии есть только проводница Марина Францевна. И если клиент хочет, чтобы вы раздевались, то надо раздеваться. Да на словах, а не на деле. А если клиент хочет чего-то необычного... Мяу! Все, все угодно! Прекрасно! Работаем на сто процентов! Алло! Просит что-то необычное! Спроси, он привитый! Вы хотите, чтобы это был человек? Спросите, если он хотя бы читал Буратино, я согласна. А у вас это в первый раз? Телефонная салава света на низком старте! Подожди! А-а-а! У вас прям такое желание? Что бы он ни попросил, держите его, держите! Между прочим, это вас. Как меня? Просит мужчину. Давайте, давайте, Олег Петрович! Вы же сами говорили, нам важен каждый клиент! Алло! А вы говорите, что вы сразу голый, так будет легче! Даже не представляю, что у вас в руках. Надеюсь, Томик Чехов. Что вы со мной сделаете? Спроси у него адрес, я за тебя поеду, отомщу. Есть закурить. Вы дерзались молодцом! Почти 30 секунд! Долгостой! Так, девчонки, вы все работаете здесь при одном условии. Об этом звонке из налоговой никому! Конечно, Олег Петрович! Работаем, работаем! ДИЗНИЙ ЖОУ! Жека, представляешь, я, кажется, начал понимать женщин, которые по три часа ходят в магазине. Да ладно! Из чего ты это взял? Ну, вот вчера пришел в магазин и думаю, какой же мне мой любимый арахис выбрать? Со вкусом васаби? Или, может быть, со вкусом телятины с аджикой? Или, может быть, сладкий чили? А может, вообще сыр? И что же ты выбрал в итоге? Эх, поступил как настоящая женщина. Купил все. Три года, друзья, это вам не шутка. Мы заметили, что существует очень сильная связь между дизель-шоу и событиями, которые происходят в стране. Да. За три года мы сняли около десяти номеров про глупых губернаторов. За это же время в Украине сняли около десяти реальных губернаторов. Сняли около пяти номеров про украинские дороги. За это же время в Украине осталось всего пять нормальных дорог. Показали 13 номеров про ЖКХ. В них в сумме оказалось 666 шуток. Просто совпадение. Несколько номеров сняли про отдых чиновников на Мальдивах и Сейшелах. И в отличие от статей в прессе, под нашими номерами в интернете писали. Класс, супер, давай еще. 144 раза пошутили, что в Украине скоро будут европейские зарплаты. Это на 4 раза больше, чем про это шутил министр соцполитики. Где-то 20 раз шутили о том, что новые полицейские плохо водят машины. Это где-то в 20 раз меньше, чем они реально разбили приусов. А в каждом концерте шутили про врачей, учителей и честную полицию. Это чтобы наши дети, через много лет посмотрев концерты, знали, что когда-то у нас в стране были учителя, врачи и честные полицейские. Мы ни разу, ни разу не шутили про украинский футбол. Ну тут либо хорошо, либо ничего. За 3 годы концерты дизель-шоу посетило более 10 миллионов человек. Столько же человек мы сделали счастливыми и улыбающимися. И мы этим гордимся. И это правда. Аплодисменты, дорогие друзья. А еще мы около 100 раз пели про то, что в Украине наступит мир. Сегодня день рождения дизель-шоу. И задувая свечи на праздничном торте, мы еще 100 раз загадаем это желание. Еще раз с праздником, дорогие друзья. Ну что ж, впереди тот самый сюрприз, о котором мы вам говорили. Вы готовы? Тогда поехали! Сегодня три года, приличия к черту. Поздравим друг друга, подарим по торту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вечернее платье, вязаж и прическа, на празднике буду я супер-красоткой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Торт огроменный с бисквитом, с печеньем, он приготовлен с любовью для зала. Женя сейчас нам нарежет кусочки, мы развесем это вам. Бисквиты, партеру, балкону, печенье А все остальное тебе с днем рождения! Пусть кто-то скажет, придурки, придурки Зритель считает с приветом, приветом Ну а пока вы все в шоке, глубоком Нас поздравляет болев А вот те сюрпризы, что вам обещали Ловите скорее утащения в зале Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Мы вас удивляем своим поведением Но нам же три года, у нас день рождения! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй На наши концерты не требуют визы Мы шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри мне эфира